Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и сегодня у нас поединок шахматных нейросетей. Всем известная Lila Chase Zero черным цветом играет с экспериментальным движком шахматной нейросетью Stuferis. В общем-то, отличие этой нейросети от Lila Chase Zero в том, что она проходила обучение на основе партии шахматных гроссмейстеров. То есть загрузили партии гроссмейстеров в базу данных, и на основе этой базы данных формировалась оценочная функция этой нейросети. И что ж, посмотрим, какова она по сравнению с Lila Chase Zero. E4, C6, D4, D5, на доске защиты Каракан, и переходят соперники в защиту Рогозина, наиболее острый вариант защиты Каракан. Белый немедленно атакует пешку D5, соглашаясь тем самым с образованием изолированной пешки в центре, но черный отвечает максимально надежно. И здесь белый бьют на D5, и выводит слона на поле D3. Все это хорошо известная теория. Черный играет пока что довольно правильно, атакует пешку D4, белый выводит ладью на E1. И в этой позиции я хочу сказать, что движки эти сыграли между собой две партии. И в партии, где черными играл Стуфлис, был сыгран ход слона F6. В общем-то, если посмотреть, этот ход является основной веткой теории, именно так чаще всего. Играют черные, слон F6, на что белый играет слон E4, защищает таким образом свою пешку на D4. Последний ход конь цены E7, черные держат блокаду на поле D5, белые навешивают коня на E5. Все это уже много раз встречалось, черный выводит слона, готовит перевод его на поле C6. Ну и здесь мы видим, что основной ход в ферзе D3, так играют чаще всего, именно так и было сыграно. Ферзе D3 под боем, пешка на H7, нужно как-то реагировать, и ходом H7-H6 отвечает Стуфлис, на что Лила Чес-Зиро поменяет довольно редкий ход, это ход конь G4. В партии людей ход встречался нечасто, и надо сказать, что одним из первых такой ход пробовал всем известный гроссмейстер Василий Иванчук в партии против Ван Хау. Дальше последовало слон C6 в той партии, ферзе D3 ходят на G3, теперь уже грозят удары фигурами на поле F6, ну и Ван Хау сделал абсолютно человеческий ход, ход короля в угол, избаваясь тем самым из-под связки, но этот ход отказывается чуть ли не решающей ошибкой. Сыграл в связь H3 Иванчук, еще раз наваливаясь на пешку H6, и на ход конь F5 в попытке защитить эту пешку последовала жертва на H6, еще одно взятие на H6, пытаются черные перекрыть линию H, но здесь белые просто забирают на F8, ну и самым жестким продолжением ведущего к победе белых был бы ход G3, пользуясь связкой по линии H, и здесь абсолютно ничего не страшно белым, они выигрывают качество и в этой позиции постепенно должны реализовать материальный перевес. Но Иванчук играет на максимум, все-таки партия игралась в Блиц, он забирает на D5, выключая вроде бы из игры белопольного слона черных, и только после этого играет G3, в общем-то и в той партии Василий получил близко к выигранным позициям, видим, что лишнее качество у белых, но черные как-то начинают накручивать, забирают одну пешку за другой, приходится Василию идти в какие-то тяжкие, пытается он перейти в контр-игру, забирает слона, бьет пешку на F7, но этот ход оказывается решающей ошибкой после ладья F4, под боем ферзь, под боем пешка на F2, а что очень важно, поле E8 контролирует тот самый пассивный слон на C6. Ну и дальше Василий Иванчук объявил пару шахов и в этой позиции либо признал поражение, либо попросту уронил флаг. Сложно сказать, как закончилась партия, но победили в ней черные. Ну а давайте теперь посмотрим, как играют шахматные нейросети. Итак, белые создали угрозу взятия на A6, и как же защищается Стуфлис. Он просто перекрывает линию же конем, вот так вот ставлю его под бой слона и не боясь отдать пешку на E6. Вроде бы это корневая пешка, но здесь черные переходят в контр-игру, нападают на ферзя. Можно было просто так и ферзем на E5, например, но в этом случае конь F6 и у черных прекрасная контр-игра. Следует жертву на H6, забирали на G6. Ну и здесь форсированная игра, сломбят D4, возвращают черные слона к защите. Кажется, что после коня F5 черным здесь не выжить, но следует еще один точный ход, конь E7, вот так вот под бой, подставляя коня и пользуясь тем, что у белых, между прочим, не защищен первый ряд. Не могут белые побить два раза на E7. Последовал шаг, король дошел на E8, взятие ладьей, ответное взятие на F5, массовые размены. И в итоге возникла следующая позиция. Вроде бы у белых две лишние пешки, они должны победить, но все-таки фигуры черных очень активны. На доске разноцветные слоны, и после хода ладья E8 черные получают прекрасную контр-игру, которая в результате и повела к ничьей. Ну что ж, это мы посмотрели, как развивалась параллельная партия. Напомню, все это безобразие происходило после хода слона F6, основного теоретического хода. Но в нашей с вами встрече Лила Чесдира изобретает что-то новенькое и ставит в сердце на поле B6. Желаю перевести таким образом ладью на D8 для атаки той самой пешки D4. Ну что ж, тоже логичный план. Ну и как вы думаете, как здесь сыграли белые? В белых множество атакующих ходов, но Стуфлис делает профилактический ход H2-H3. Ход, который абсолютно не вяжется с агрессивной атакующей стратегией белых. Уж тогда уж H4 логичнее смотревых, чем H3. Но тем не менее, движок играет именно так, и как мы с вами увидим, этот ход оправдает себя в партии. Итак, слон F6. Черная наваливается всеми силами на пешку D4. Защищать ее теперь неудобно, если слон Е4 играет с Туфлис, контратакует коня на D5, коль просто отступает на Е7, и возникает проблема, как защищать пешку на D4. Если просто продвинуть ее вперед, то после массовых разменов на поле D5 на доске абсолютное равенство. Здесь белые ни на что не претендуют. Можно попробовать защитить пешку слоном с поля Е3, но тогда под боем оказывается пешка B2, черные могут даже забрать эту пешку ферзем. Кажется, что создается угроза взятия на H7, и белые выиграют темп для того, чтобы поставить ладью на B1 и получить мощнейшую конту игру. Но черные играют жестко конь B4, отдают на H7, забирают на H7, и в этой позиции их выручает мощный контрудар B7-B5, отвлекая коня от защиты пешки на A2, и в общем-то тоже получается равная игра. Ну а в нашей с вами встрече Стуфлис находит косвенный способ защитить пешку. Он играет A2-A4. С идеей повести пешку дальше на A5 и таким образом согнать черного ферзя с поля B6. Ну что ж, давайте посмотрим принципиальный вариант. В случае взятия конем на D4, последовав в ход A5, и теперь, если ферзь куда-то отступает, то пешка идет дальше на A6, создавая напоряжение по большой диагонали. А если следует размен на F3, с последующим ходом ферзь A6, блокируя пешку A, то ладья D1, белые занимают открытую линию в центре и, в общем-то, получают прекрасную компенсацию за пожертвованную пешку. Два мощных слона, черные пока не завершили развитие, белый владеет единственно открытой вертикалью в центре, ну и, в общем-то, готовы быстро перекинуть свои фигуры либо на ферзь, либо на королевский фланг. Но всего этого не было в партии, поскольку Лилыч сделал ход ладья D8, с идеей просто забрать пешку на D4 со всеми удобствами, но все равно следует A4, A5. На первый взгляд, ход бессмысленный, ведь поле A5 не защищено, и черные могут просто побить конем эту пешку. Кажется, что ничего страшного нет, но, тем не менее, белые пожертвовали пешку не заедать, конь отвлекся из центра, теперь пешка на D4 временно защищена, и следует ход слон G5, выводя фигуру в атаку. Здесь нужно было черным уже появить какую-то осторожность, но ходом слон D7 продолжает Лилычес спокойное развитие, слон хочет выйти на C6, со всеми удобствами завершая перегруппировку черных фигур, но не тут-то было. Уже в этой ситуации белые наносят решающий удар. Слон BH7, атака на короля пошла, король BH7, и просто конь Е4, создавая угрозу взятия на F6. Угроза, как ни странно, очень сильная, и относить ее непросто. Черные играют конь D5, абсолютно новичный ход, защищая поле F6 конем. Ну так, теперь уже второй конь запрыгивает на поле Е5, и грозит подключение белого ферзя, после чего под боем будет и король, и пешка на F7 под боем. В общем, у черных уже не так просто. В то время как конь на А5 кукуют на краю доски, и абсолютно не участвуют в обороне своего короля. Пытаются черные разменять максимум материала, забирают коня, следует шаг ферзем, и взятие пешки. Ну что ж, висит под ладья, но на самом деле белые создали мощнейшую угрозу вторжения на поле F6, с последующей матой атакой на черного короля. Ну, сток фишмой здесь рекомендует черным уже отбиваться материалом, то есть играть конь C4, именно конь F6 шаг, забирать на F6, и здесь еще вот так вот жертвовать фигуру путем комбит Е5. Получая позицию без качества, но с какими-то шансами отбиться, отбиться все-таки матовая атака черным уже не грозит. Ну, а в нашей своем партии Лила Чес сыграла ферзь C7, где-то атакуя пешку Е5, и этот ход оказывается чуть ли не решающей ошибкой. Давайте смотреть, как белые завершили эту атаку. Конь F6 шаг. Что ж, черные понимают вызов, теперь сломбит F6, грозит мат в один ход, приходится забирать этого слона, шаг ферзем, король наступает в центр, и взятие пешки грозит мат в два хода, ферзь G7 и ферзь G8 мат. Черный играет слон C6, готовит королю такую вот дорогу спасения через поле D7, но все равно следует шаг ферзем, и здесь добивающий ход ладья бьет Е6 шаг, пользуясь связкой по седьмому ряду, все-таки ферзь на C7 стал неудачным. Ну что ж, черные пытаются бежать королем, следует шаг ладьей, белые выигрывают ферзя, и теперь обратите внимание на тот самый ход H2-H3, о котором я говорил, что он скажется в дальнейшем, мы видим, что не будь этого хода, у белого бы провисал первый ряд, но первый ряд не провисает, и Стуфлис просто забирает коня на опять ладьей, получая решающий материальный перевес, но в дальнейшем партию можно было не продолжать, давайте быстро посмотрим, как белые реализовали лишнего ферзя, не боятся они взятия на G2 ни слоном, ни ладьей, последовав взятие слоном, слон вернулся на C6, и просто перекрывают белые большую диагональ ходом F3, не удается здесь черным создать какую-то какую-то игру, шах, ферзь прикрывает поле D2, пешка пошла вперед, черные уже даже не пытаются ее задержать, проходит пешка в ферзи, ну и здесь ясно, что с двумя ферзями белый легко и быстро ставит матч черному королю, вот таким вот способом, и Стуфлис побеждает Лилыча с Зиру прямой атакой в атаке Панова, ну что ж, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте поставить на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, на колокольчик, на колокольчик,